Привет, зритель, сей короткий ролик будет посвящен маленькому посланию с, ну скажем так, ладно, даже моему заказу по баллам последнему, предпоследний или предпредпоследний, короче, один заказ оттуда так и не пришел, маленькому заказу по баллам с Джума. А на этот раз я вижу свой адрес, вот тот ролик тогда пришлось перезаливать, потому что один биологический мусор с форума «Насекомые» в лупу рассмотрел этот адрес, нарушая законы Российской Федерации, я думаю, не только Российской Федерации, но и даже те законы, которых придерживается Гугль, опубликовал на форуме «Насекомых» мой адрес. Потом, правда, некое существо, которое стабильно теперь ставит меня на свою аватарку, привет, существо, ты из всех этих психов неадекватных самая нормальная. Ну да, потому что ставишь меня на аватарку, хотя нет, на самом деле, потому что уже пару раз защищала и в твоих словах относительно меня и того, что делает то биологическое убожество, даже нет, то биологическое создание, тот биологический мусор. В твоих устах звучал разум. Короче, в общем, адрес тут с этой стороны. Такой малюсенький пакетик. Судя по всему, там то, что вот 19 марта я заказала, 22 марта она отправилась. Сегодня я зашла на почту кинуть бабла на карту, а там внезапно я так, я так, значит, подошла с монеткой с карты, говорю, вот так и так. А человек стал тут же что-то искать, думаю, что человек ищет, а оказывается, у меня что-то пришло. Вот это что-то пришло. Мягонькое такое, маленькое. Да, именно то, что я заказывала. Сейчас я это как-нибудь разрежу. Вот оно. Вот такое маленькое. Сейчас это выверну, потому что оно там прилипло. Оно прилипшее. А вот здесь, значит, такой пакетик. Внутри такая типа пупырка, ее можно даже полопать. Ну вот, внутри пакетика уже нет пакетика, есть только веревочка. У меня, кстати, такая веревочка, по-моему, с подобным шариком есть от какой-то, я уже не помню, фигни. То ли я что-то покупала, то ли мне что-то дарили, то ли я что-то где-то заказывала. Ну, в смысле, покупала в оффлайновском месте. Ну, в общем, тут у нас браслет должен быть шнурочек, и, короче, на нем две такие серебряные фиговины. Браслетик. Правда, придется вот эту фигню отсобачивать. После я напишу на джуме, что все дошло в целости и сохранности. И попрошаюсь с ними нафиг. Ибо... Ну, зачем этот продавец так сделала? Пакетика он что ли пожалел? Значит, утрамбовать так, это непроницаемый пакетик он не пожалел. А положить вот эту фигнюшку в пакетик он пожалел. И теперь приходится Лелику отсобачивать вот это вот. Кстати, что хочу сказать, вот сейчас перед этим читала коммент один. Мне всегда так радуют, так веселят даже некоторые, ну, не то чтобы некоторые, веселят меня люди, которые начинают учить других, сами при этом совершая дофига ошибок, в том числе грамматических, стилистических и так далее. Я считаю, что если человек может изъясняться нормальным языком, грамотным, то он может себе позволить изъясняться и неграмотным, и косить под этого, как бы дурачка, да? А если человек сам не бельмеса и при этом пытается еще кого-то учить, то он не имеет права ни учить, ни докапываться на тему того, что кто-то говорит там каким-то сказочным сленгом. Меня обозвали красивой расцветающей девушкой с грубым голосом. Я так и подписалась. Красивая расцветающая девушка с грубым голосом. Правда, грубый я написала в кавычках, потому что я не считаю, что он у меня грубый. У меня вообще высокий голос, если на то пошло. Не знаю, там, как человек это. Может быть, у человека относительно меня голос не такой няшненький. В общем, хрен туда-то фигню от собачишь. Я, может, даже сейчас гляну с компа, если этот ролик одним файлом записался, я без монтажа его залью, потому что там у меня очень много всего ждет в монтаж, в очереди. Я, наконец-то, сейчас добила перевод цветка, правда, клин свой не доделала. Что-то у меня как-то не выходит по времени. Все время что-то одно, что-то другое, что-то куда-то надо ехать. Сегодня ездила в сад за землей. В общем, красивые такие милые штучки. Правда, шнурочки, я думала, он будет с двух сторон или спаян, спаян, ну, как-то так вот прижген, у меня где-то вот есть такой шнурочек. А тут вот тупо он такая вязочка, свернутая в два раза. Внизу на конце узелочек такой, и поэтому эти шарики вполне могут сняться с руки. Размер 2, я не знаю, что в понятии китайцев размер 2. Как его в таком виде на руку одевать, тоже я не знаю. Я сейчас себе напоминаю, тут стебный ролик с туалетной бумагой. Только вот так вот, если. В общем, если вот так вот, то вот оно держится. У меня браслеток с джуме. Сейчас кто-нибудь в комменты набежит и скажет, ну, не сейчас, а когда ролик просмотрите, что типа на джуме по баллам можно что-то путное заказать, а то я тогда вон эту желтую волосину показывала, как-то ее зафигачила. Вообще забыла, что я хотела в каком-нибудь, ой, пардон, в стриме, ролике зафинтюлить волосы на обзор какой-нибудь. Короче, у меня завтра год я забыла совсем. За неделю до еще помнила, как обычно забыла, даже с напоминанием тогда есть и сделала. В общем, завтра у меня год, как я сюда въехала. Можно сказать, праздник. Если у меня будет настроение, может, я даже стрим замучу как раз в воскресенье. А если не будет, то, значит, не замучу, просто где-нибудь напишу. Пытаюсь остатки вот этой липучки отсобачить. В общем, все хорошо, но зачем они зафигачили эту липучку. Красивые очень, они одинаковые такие бутинки. Как эти, как шаймики, только маленькие. В общем, вот, вам. Вам и нам. Всем спасибо за просмотр. Всем адекватством. Не грубого голоса. Всем пока.